Ну же, шевели ножками, Лия. Отстань, не видишь, я играю. Мане очень тяжело. Помоги, чуток, нажми на кнопочку. Ладно, сама справлюсь. Лия, идем скорее. Не хочу. Ауч, мои покупочки. Хоть бы ничего не разбилось. Стой. А как же я? Доченька. Что делать? Вдруг в лифт проберутся монстры. Родная мамочка уже идет, не бойся. Я тебя спасу. Лия. Пусто? Ее похитили. Алло, детектив Пикачу? Слушаю, моя дочка пропала. Уже бегу. Скорее. Моя маленькая доченька уехала на лифте и не вернулась. Я знаю, ее похитили. Стоп, как она выглядит? Моя маленькая копия. Запутанное дело. Помогите, умоляю. Детектив Пикачу найдет пропажу. Так, давайте посмотрим. Странно. Никаких следов. Можно фото? Благодарю. Возможно, здесь замешан кто-то из жильцов. Знаете их? Нет, мы здесь недавно. Привет, ребята. А вы как думаете, кто украл ребенка? Чего стоять? Найдите ее скорее. Нельзя терять ни минуты. Перестаньте меня трясти. Паника делу не поможет. Только не оставлять же ее здесь. Ладно, полезай в Покебол. Какой подозрительный тип. Пожалуй, начну с него. Открывайте. Привет, Ули. Хаюшки. Вы арестованы и имеете право хранить молчание. За что? Сейчас ты мне все расскажешь. Садись. Где девочка? Признавайся. Какая девочка? Я тут ни при чем. Лжешь. Вот как все было. Ты практиковал новые фокусы. Доставал из шляпы разные предметы. Сейчас я вытяну кролика. Попался. Прости, уточка. Ничего личного. Не то. Куда он подевался? Это не мое. Мне подкинули. Ой, чуть не укусил. Где кроль? Не мог же он взять и сбежать. Ничего не получилось, только бардак устроил. Пора бы прибраться. Подумал ты и решил украсть ребенка. Абракадабра. Приветик. Здравствуйте. А вы кто? Твой босс. Чего уставилась? Лучше глянь, сколько мусора. Да-да, мистер. Я все сделаю. Ага. Темпе давай. Вон там пылинка пропустила. Ну и грязнуля. Как можно было так намусорить? Молодец. У тебя отлично выходит. Осталось прибраться на кухне. И туда в дверь постучали. Ой-ой-ой. Прячься скорее. Полезай в ящик. Живо. Не хочу. Там темно. Я сказал в ящик. Вот так. Нельзя, чтобы ее увидели. Куда же ее деть? Сойдет. Уже бегу. Чего вам? Вы не видели? Знакомая шапочка. Попался, дружок. О нет. Попался. Именно так все и было. Или не того. Тогда откуда у тебя эта шапочка? Сейчас все объясню. Дело было так. Кто этот привлекательный парень? Потрясающая улыбка. Стоп. Моя шляпа. Куда она подевалась? Без нее мой образ полный отстой. Здесь нет. Скоро представление. Я без шляпы. Упс. Надеюсь, это не она. О нет. Шляпке конец. Ну и что мне теперь делать? Придется подобрать новый аксессуар. Слишком ярко. Продолжим. Ну уж нет. Явно не мой стиль. А это интересный вариант. Но не уверен. Кто там? Вот и все. Сегодня я детей не воровал. Клянусь своей ослепительной улыбкой. Окей, я тебе верю. Продолжим расследование. Всего хорошего. Наконец-то она ушла. Ну и денек одни стрессы. Пора бы подкрепиться. Наколдую чего-нибудь посытнее. Картошечка-бургеры. Я в раю. Приступим. Кто там у нас следующий? Джекс и Рогата. Открывайте. Здрасте. Не видели эту девочку? Да нет. Не пробегала. Да? А это что у вас в руках? Знакомая куколка. Попались голубчики. Эй, вы чего? Молчать. Вы украли ребенка. Все было так. Ты сидел, играл в приставку, никого не трогал. И тут в комнату вошла Рогата и заявила, что хочет ребеночка. Милый, давай заведем малыша. Можешь не мешать. У меня тут важная катка. Залипаешь в свои игрушки. А я хочу детей. Только представь маленького ушастого пупсика. Хорошо, хорошо. Будет тебе кроха. Сиди здесь. Ест, сработало. Чего не сделаешь ради любви. Ого, что это было? Любви к играм. Бинго. Идем. Теперь ты будешь жить с нами. Спасите. Помогите. Хватит кричать. Вот, держи, как и обещал. Спасибочки. Я стала мамой. Дай обниму. Фух, Рогата довольна. Ложечку за папу. Ложечку за маму. Кто там? Нужно спрятать ребенка. Если что, ты ее не видела. Ясно. Улыбаемся. Вот вы и превратили ее в игрушку. О чем она говорит? Минуточку. Да здесь полно игрушек. Сколько детей вы похитили. Не бойся, единорожек. Пикачу вас всех спасет. Детей? Это просто игрушки. Ну как эта куколка может быть ребенком? Послушай мою историю. Я ходил по комнате. Если будет мальчик, назову его Хаги. А если девочка, может Киси. Дорогой, у меня для тебя хорошая новость. Я стану папой. Ура. Наконец-то у нас будет маленький. Сейчас вернусь, никуда не уходи. Это все для нашего малыша. Вау. Или малышки. Родной, эти игрушки прекрасны. Какая прекрасная куколка. Милашка. Я такой неуклюжий. Уберем. Тук-тук. К нам в гости? Не знаю. Проверим. Вот собственно и вся история. Я беременна. Простите, я должна была проверить. Ничего, мы понимаем. Кого ждете? Мальчика или девочку? Мы пока не знаем. Если хотите, чтобы у нас родилась девочка, ставьте палец вверх. Хотите, чтобы родился мальчик, скорее пишите в комментарии. Ага, удачи. А мне нужно искать потеряшку. Так устала от этих бесконечных поисков. Ребенок, найдись. Надеюсь, девочка здесь. Открывайте. Салют. Малышку не видели? Посмотрим. Нет, не видел. Уверены? Чехол. Знакомая вещичка. Вы задержаны. В чем дело? Ничего не понимаю. Снимите с меня эти штуки. Я ни в чем не виноват. Признавайся. Ты украл дочку, помни. Никого я не крал. Все просто. Ты рисовал очередной шедевр. Еще парочка штрихов здесь и здесь. Добавлю чуток красного. Ой-ой, полотна закончились. Не беда. Настоящего художника не остановить. Старый добрый вандализм. Что может быть лучше? Новый рекорд. Что он делает? Но рисовать на стенах запрещено. Эй, мистер, прекратите. Или я вызову полицию. Ха, Зубл великий художник. Рисую, где захочу. Я сняла вас на видео. Выложу в трумток. Что? Не смей. И еще отправлю копом. Упс, я пошутила. Дай сюда этот гаджет. Живо. Это был пранк. Я больше не буду. Я знаю. Помогите. Ты пойдешь со мной. И, кстати, спасибо за новенький смартфон. Буду продвигать свое творчество в соцсетях. Вот откуда у тебя этот телефон. Бред какой-то. А Лия сидит в мешке. Да-да. Сейчас докажу. Я думала, она побольше. Ладненько. Что за эти цирковые со своими фокусами? Уточка? Где Лия? Вот умора. Ой, не могу. Где ребенок? Куда ты ее спрятал? Отвечай. Окей, окей. Спокойно. Я все расскажу. Вот моя история. Превосходно. Зубл ты гений. Твое место в музее. Ну, то есть не мое, а этого шедеврального полотна. Сделаю фоточку. Какой уродливый чехол. Сейчас затошнит. Уберите от меня эту гадость. Нужно от него избавиться срочно. Есть кто живой. Надеюсь, это мои фанаты. Приветствую. Этот чехол мне подарили. А он меня раздражает. Понимаете? Какой странный тип. Прощай. Точно не твоих рук дело. Нет. И где сейчас ребенок, ты тоже не знаешь? Неа. Ну, пожалуйста, дай хоть одну зацепку. Нет? Кто же ее похитил? Снимите с меня эти штуки. Прости за беспокойство. Бывает? Осторожно. Двери закрываются. Я никудышный детектив. Парабать нести, помни, домой. Где же она живет? Ага. Мне на пятый этаж. Странно. Двери на распашку. Ну и дела. Кто здесь? На. Как тебе такое? Погодите. Неужели это... Лия? Нашлась пропажа. Юная леди, ты как тут очутилась? Твоя мама чуть с ума не сошла. Короче, дело было так. Я почти дошла до нового уровня. Еще чуток. Вау. Лия, доченька, помоги маме. Неа, я занята. Понятно. Сама справлюсь. Идем. Но я играю. За что мне все это? Такая упертая, как твой отец. Знаешь что? Ты наказана. Месяц без смартфона. Ой. Ауч. Надеюсь, мои любимые тарелочки целы. Это мой шанс. Пора делать ноги. Ничего не разбилось. Режим скрытности активирован. А потом я вернулась домой, умостилась в удобном кресле и продолжила ставить новые рекорды. Я просто пошла по лестнице. Вот и все. Надо же. И никаких тебе пришельцев, пиратов и динозавров. Сиди здесь и никуда не уходи. Чуть не забыла. Лови покебол. Там твоя мама. Отличный бросок. Спасибо. Месяц без смартфона? Это мы еще посмотрим. На чем я остановилась? Какая встреча. Опять ты? Вы нашли девочку? Да. Я же профи. Отличная новость. Пока, детектив. А я домой. Не смотрите вы так. Это не я. Меня подставили. Вышел на пять минут, а кто-то превратил мой дом в помойку. Каждый раз одно и то же. Нужна горничная. Наведи здесь порядок. Пропылесось. Помой пол. Преврати меня в помни. Тогда посмотрим. Будешь указывать великому Кейну. И не надейся. Прощай. Мамочка. Надо же. Он и правда выгнал. Может, мне действительно здесь не рады. А вот и выход из цифрового цирка. Прощайте, ребята. С вами было весело. Надеюсь, там меня ждут новые приключения. Ну же, помни. Хватит дрожать. Какой ужас. Нет, нет. Я туда не хочу. Давай перекусим. Джекс, рогата. Ты это слышала? Приветик. Кто это? Понятия не имею. Стоп. Это же та девочка. Вы чего? Это же я. Помни. А это ты? Не переживай, мы тебе поможем. С помощью этой шляпы легко попадем в цифровой цирк. Но я в нее не влезу. И правда. Нужна шляпа побольше. Фокус, фокус. Вуаля. Залезай. Ура. Опля. Куда она делась? Со мной все окей. Готова к приключениям. Погнали. Никого. Можешь выходить. Нужно вести себя осторожно. Надеюсь, Кейн меня не заметит. Подождите. Квартира королера. Он нам точно поможет. Есть кто? Похоже, его нет дома. Продолжим. Тук-тук. Закрывай скорее. Я пытаюсь. Нет, Кауфман, тебе нельзя покидать подвал. Держите дверь. Оно рвется наружу. Кажись, успокоился. Идем. Здесь еще одна дверь. Приготовьтесь. Приветули. Добрый день. Чего хотели? Кейн, стер образ помни. Это правда. Теперь она обычная девочка. Такие дела. Ну и ну. Помогу, чем смогу. За мной? Чего встали? Идем скорее. Ты беги. Присоединюсь к вам позже. Ребята даже не представляют, какого страшного монстра только что разбудили. Надеюсь, Кауфман не найдет шляпу Джекса. О нет, уже нашел. Нужно сменить прическу. Выбирай любую. Есть Пикачу стайл. Да как-то не очень. Ладненько. А вот это? Тоже нет. Окей. Прическа у Вэнсдэй. Будешь покорять трумток. Нет. Будем импровизировать. Вспоминаем уроки рукоделия. Это еще зачем? Сейчас все сама увидишь. Берем степлер. Скрепляем полоски. Раз. Два. Три. Отличная идея. Молодчинка. Основа парика готова. Примерим. Подходит. А теперь самое главное. Волоски. Я волнуюсь. Вдруг выйдет не очень. Выглядит реалистично. Не отличить от настоящей шевелюры. Пару волосков сюда. Парочку туда. Вау. Сама бы такое носила. Готово. Совсем другое дело. Такая прическа мне нравится. Добрый день. А вот и доктор. Я пришел полечить зубик. Это я вижу. Присаживайтесь. Пардон. Ну и что стряслось? Рассказывайте. Осторожнее с палкой. Сам ты палка. Это магический жезл. Прости. Отвлекся. Дело было так. Показывай. Опля. Будет шоу. Упс. Берегись. Ты за это ответишь. Я случайно. Откройте ротик. Простите за синячок. Просверлим пару дырок и мы в расчете. Фу. Ну его нища. Минуточку. Нужно почистить зубки. Маловато. Сгодится. Щекотно. Потерпите чуток. Ауч. Грубиян. Чего-то не хватает. Нужен мейкап, как у куклы. Есть идейка. Нам поможет магическая пыльца. И что нам с ней делать? Давай покажу. Берем перышко. Провоцируем чих. Что это? Апчхи. А это точно сработает. Ого. Получилось. Как я выгляжу. Превосходно. Где косметика? Милочка, у тебя за спиной. Надеюсь, там нет монстра. Трусишка, это всего лишь торговый автомат. Поняла. Нужно ударить молотком по вон той кнопке. Можно я? У тебя получится. Получай. Слабовато вышло. Простите, мистер автомат. Я должна это сделать. На. И это все? Останусь без макияжа. Придумала. Зачем это ей фотокейна? Попался, голубчик. Я преподам тебе урок. Бам. Ура, получилось. А вот и косметика. Поймала. Молодчинка, ты супер. Приступим. Нужен спонжик. Он у меня всегда с собой. Начнем с румян. Капельки будет достаточно. Упс. Не бойся. Я делаю это впервые. Вот так чудеса. Переходим к теням. Закрой глазки. Прекрасная работа. Девочки, может, стоит открыть салон красоты? Полюбуйся. Вау. Это же мой фирменный макияж. Спасибо. Вы лучшие. Ей нравится. Еще бы. Долго еще. Мы закончили. Эй, мне нужен новый зуб. Я хорошо заплачу. Огромное зубище. Где же мне такое найти? А что если... Вызывали? Нужен зуб для этого джентльмена. Чем больше, тем лучше. Вот такое вот зубище. Держите ваши денежки. Уберите эти бумажки. Мне нужны зубы. А не какие-то фантики. Меняемся. Вот хитрюга. Уговорил. Давай сюда свои денежки. Это мой талисман. С вами приятно работать. Прощай. Только осторожно. Вроде подходит. Но как мне его закрепить? Есть только один способ. Но вам он не понравится. Нет, нет, нет. Давайте договоримся. Не нужно так нервничать. Я вас боюсь. Вот вам антистресс. Прикольная штука. Всегда о таком мечтал. За дело. Ауч, печет. Готово. Вы настоящий волшебник. Никакой магии. Только грубые инструменты. Надеюсь, мы больше не увидимся. Я тоже. Осталось найти наряд. Где мы его возьмем? У меня большой гардероб. Ну же, примерь что-то. Мигом вернусь. Идет. Ну и как я вам? Ужасно. Переодевайся. Попробую еще. А так, я веселый клоун. Прикольный танец. Сними немедленно. Не то. Ничего не подходит. Не печалься. Что-то найдем. Положитесь на мой вкус. А может не надо? Берегись. Футболка странно пахнет. А вот и я. Смотрите, что нашла на помойке. Фу. Прикольный, правда? Ты что творишь? Вы чего? Это же просто игрушка. А в этом что-то есть. Финальные штришки. Ну и как я выгляжу? Просто отпад. Добавим помпоны. Давай помогу. Классная шапочка. Девочки, вы такие молодцы. Нужна еще одежда. Сейчас гляну. У нас проблемка. И куда все подевалось? Можем поехать в торговый центр. Знаю, кто нам поможет. Джекс. Ну что опять? Помни, нужен наряд. Всего-то. Не переживайте. Я тот еще модник. Ты мой герой. Мы в тебя верим. Я на месте. Так, с чего же начать? Классное платье. Упс. Это не мое. Мне подкинули. Прикольный джемпер. Нужно будет померить. Слишком мрачно. Не то. Интересная вещица. Эй. А ну отдай. А вот и наш монстр. Дай сюда. Это мое. Помогите. Стоп. Смотри. Динозавр. Купился. Мама. Прошло уже три часа. А Джекса все нет и нет. Что это было? Хватит играться. Вылезай. Ему нужна помощь. Ну-ка все вместе. Тяжеленький. Тяните. Есть. Абра-кадабра. Так-то лучше. Проваливай чудик. Я только что дрался с Годзиллой. Отдай это помни. Лови. Роскошный наряд. Спасибо, Джекс. Тебе очень идет. Супер. Вы не шарите в шмотках. Здесь нужен яркий акцент. Не шевелись. Действительно. Так намного лучше. Осталось найти юбку. Это прикольное, но явно не твой стиль. Поможешь? Ну пожалуйста. Что тут у нас? Опять твои фокусы. Обижаешь, это не фокусы, а настоящая магия. Погоди минутку. Вот и все. И что с этим делать? Эти ткани просто кричат. Сделай из нас что-то креативное. Давай помогу. Вау. Чуть не забыла. Держи перчатки. Вуаля. К вам вернулась прежняя помни. Ура. Устроим вечеринку. Кейн. Попалась. Милочка, ты пойдешь со мной. Тебе не место в цифровом цирке. Больше сюда не возвращайся. Хочешь покажу трюк? Держи это подальше от моих зубов. Ты такой смешной. Не бойся. Это что-то новенькое. Следи за руками. Оп. И нет пальчика. Опля. Браво. Ладно, так уж и быть. Оставайся. У нас как раз новое шоу. Ура. Стоять. Далеко собралась. Абракадабра. Ну вот, совсем другое дело. Ты вернул мне силы. Спасибочки. Только никому не говори. Ладно. И еще подумать, что я раскис. Лады. За работу. Вот и первые гости. Не двигайся. Покажи билет. Настоящий. Приятного вечера. Какая мрачная девчуля. Где твой билет? Для тебя у нас есть особое приключение. Где это я? Как я тут оказалась? Погодите. Кажется, я вижу выход. Да, точно. Написано выход. Ну а куда? Да что тут вообще происходит? Может, я просто сплю, и это мой ночной кошмар? Ой. Смотри, куда идешь. Ты вообще кто такая? У нас что, новенькая? Приветствуем в цифровом цирке. Какой еще на цифровой цирк? Что за х... Нет, нет, у нас запрещено ругаться. Мы здесь ради веселья и позитивных эмоций. Давай я тебе все покажу. Обещаю, тебе понравится. Это наш шатер. Красивый, правда? Здесь мы живем и делаем дела. У нас очень много дел. Скучно не бывает. Поехали дальше. А это наши земли. Хочешь подышать свежим цифровым воздухом? Тогда тебе сюда. Или заблудись в нашем цифровом лесу. В общем, развлекайся, как душа пожелает. Но это еще не все. У нас еще есть пустота. Лучше в пустоту не попадать. Даже я не представляю, что там. Экскурсия окончена. Добро пожаловать в твой новый дом. Внимание, друзья. Пришло время для первого приключения для нашей новенькой. Это прятки в коробках челлендж. Пора тебя познакомить с еще одним жителем цифрового цирка. Какое еще приключение? Бред какой-то. Это наш милаш Кауфма. Он бывает слегка опасным. Все дело в том, что однажды он рассеялся. А чинить его мне лень. Кауфма на выход. Привет, Кауфма. Выглядишь слегка потрепанным. Бежим. Если не хочешь, чтобы тебя постигла та же участь, прячься. Скорее, сюда. Не хочу рассеяться. Бедный Кауфма. Это же легендарно. Удачи. Еда. Еда. Иди сюда. От меня не скрыться. Я вас найду. Какая жесть. Есть идея. Надо бы его просто отвлечь. Эй, Кауфма, смотри, что у меня есть. Хочешь поиграть? Вперед. Надеюсь, фламинго сладенькие. Выходите, трусы. О, нет. Не сработало. Кто хочет быть съеден первым? Выходи. Кажется, все серьезнее, чем я думала. Вылезай из коробки, обед. Ой, как страшно. Кошмар. Так, стоп, камера. Так дело не пойдет. Это слишком просто и слишком грубо. Вот тебе четыре инструмента. Выбирай один и с его помощью сможешь открыть коробку. Мы же не варвары какие-то, правильно? Ну что, выбираешь? Шарик, отличный выбор. Держи. Но как я его надую? У меня даже рта нет. Видишь? И то верно. Придется тебе помочь. Дай сюда. Мне для этого рот не нужен. Хотя у меня вся голова рот. Но об этом в другой раз. Вот твой шарик. Держи. Теперь у меня есть мощное оружие. Приятной охоты, Кауфма. Итак, с какой коробки начнем? Давайте с этой. Только не я, только не я. Пока-пока, коробочка. Обед тебе не скрыться от Кауфма. Ха-ха-ха. Что? Пронесло. О-оу. Тут пусто. Где же ты? О нет. Меня накрыл цифровой голод. Это все от стресса. Хорошо, что я припрятала пироженка. Пахнет сладеньким. Я иду за тобой, вкусняшка. Бедняга Кауфма. Не думал, что он первый сойдет с ума. Мое пироженка. Эй. Ну все, теперь я в депрессии. Миссия выполнена. Ха-ха-ха. А теперь... М-м-м-м. Ога. В той коробке кто-то есть. Эй, Кейн. Я тут. Мне нужно оружие. Что? А, инструмент. На этот раз я приготовил кое-что новенькое. Выбирай. Ура, с украл я у ботана палочки от барабана. Ах, какой я талантливый. Ну, бывает. Да начнется концерт. Надеюсь, твои нежные ушки свернутся в трубочку. Ах, а когда-то я солировал в оркестре. Мое любимое лекарство от тоски. Обожаю. Ну что, нравится? А если громче? Ай, это невыносимо. Как можно быть таким бездарным? Даже глоньки играют лучше. Ой. Привет, Кауфма. Может, договоримся? Договорись с моим желудком. Первый пошел. Ха-ха. Меня не остановить. Ай. Мне больно. Нет, погодите. Не больно. Если это его желудок, то тут не так уж плохо. Приготовьтесь рассеяться. Ха-ха-ха. Ну нет, я на это не подписывалась. Получай, злобная глазастая масса. Так тебе и надо, жаленье доделанное. Я видела выход где-то здесь. Вот он. Простите, но я хочу выбраться из этого кошмара. Не может такого быть, чтобы здесь не было выхода. Они все ошибаются. Раз мы все как-то сюда попали, значит, можно и выбраться. Нужно просто не оставлять надежду и не прекращать попытки. Выход всегда есть. Продолжаем наш пряткий челлендж. У меня есть для тебя новый инструмент. Ты мой дорогой Кауфма. Выбирай, какой на тебя смотрит. Я выбираю пушку. Шикарно, глазастик. Упс, немного не рассчитал. Все иногда ошибаются, даже такие гении, как я. Так-то лучше. Спасибо, Кейн. На здоровье, Кауфма. Ну, не тормози, иди искать. До встречи. Вам конец, цифровые. Просто сидеть и ждать невыносимо. Но у меня есть идея. Отличная мысль, Рогата. Теперь нам видно, где Кауфма. Ага. И что именно он делает? И мне не нравится то, что я вижу. А мне не нравится то, чем я дышу. Он своей пушкой напустил дыма. Три, два, один. На абордаж! Попалась! Эй, опять пустая коробка. За что? Так нечестно. Не вешай глаз, Кауфма. Сдаваться рано. Сломался, что ли? Ну же, работай давай. Да что за странности у нас тут происходят? Надо починить. Эх, все приходится делать самому. Эй, а что мне делать? О, придумал. Теперь вы никуда не денетесь. Ха-ха-ха. Так грустно. Но пахнет вкусно. Умираю с голода. О, пахнет попкорном. Отличный цифровой перекус. Кауфма все равно где-то бродит. А я пока слопаю эту прекрасную пачку свежего попкорна. Кауфма за мной, да? Приятного аппетита. А-а-а, мамочка. Отличная приманка. И главное, рабочая. Ха-ха. Ауч. Ой, я все еще жива. А где это я? О, приветик, рыжая. Нет. Знаете что? Какой смысл сопротивляться, если Уэнсдена сбросила, а всех моих друзей уже слопал Кауфма? Просто пойду и сдамся. Может, повезет. Я тебя нашел. Кауфма? О! Я сдаюсь. Можешь меня испепелить или что ты там делаешь? Правда? Ну ладно. Ха-ха-ха. Я не победим. Ой. Я жива? Я цела? Кто здесь? Где я? О, привет, помни. Проголодалась? Угощайся. Что? Нет. Стало еще хуже. Ха-ха-ха. Я победил. Фух, да сколько тут этих дверей. Еще одна. Издевательство какое-то. Я должна выбраться. Но я же не могу бросить друзей. Я должна вернуться и спасти их. Вау. Держитесь, ребята. Только не рассеивайтесь окончательно. А вы, друзья, подпишитесь, пока не поздно. Чем больше подписчиков, тем больше шансов спасти Рогату, Джекса и Помни. Это она. Это дверь в шатер. Должна быть она. Больше выхода нет. Это не шатер. Это пустота. Как здесь красиво. И так спокойно. И пусто. Внутри становится пусто. Не чувствую ничего. Совсем ничего. Будто меня и вовсе не существует. Это со мной впервые. Раньше такого не было, клянусь. Ой, тревога. Что случилось? О нет, кто-то вошел в пустоту. Они же сейчас испарятся. Ух, надеюсь, успел. Пойдем, дорогуша. Я же предупреждал, нельзя. Да мне плевать. Иди сюда, глаза с тенью до разумения. Тебе конец, Уэнсдей. Решим это цивилизованным путем. Начали. Можешь даже не рассчитывать на победу, девчонка. Твой чест настал. Да, вот так его, вот так. Ух, вот это бой. Даже мне жарко. Попался Кауфма. Это было легко. Молодчина, Уэнсдей. Ты у нас победитель челленджа. А ты, Кауфма, умей достойно проигрывать. И не распускай нюни. Все, тебе пора, глазастик. Скучно. Зато кексы вкусные получились. Моя жизнь больше не имеет смысла. Спокойно, это Кауфма. Уэнсдей удалось. Она победила. Получил свое чудовище. Бе-е-е. Ура, я знала, что она вернется. Станцуем победный танец. Сначала верни моих друзей. Ладно, ладно, сейчас. Ну что, скучали по шатру? То-то же. Эх, ладно, пора возвращать нашу гостью домой. Что? Но как? Вот так. Эй, а как же мы? Вот это реально жуткая история. Еще и эти яркие цвета. Бррр, кошмар. Что это у меня? Отличная вечеринка, Ариэль. Спасибо, Себастьян. У Аманды-путешественницы крутой плейлист. Не зря я ее пригласила. Меган, похоже, тоже хорошо проводит время. Уэнсдей опять со своим танцем. А садумник даже на вечеринке не может оторваться от моего подводного сада. Уэнсдей, как дела? Заказ принят. Шикарный выбор. Столько гостей и поговорить не с кем. Зато есть мой любимый смузи. Какой-то странный привкус. Что-то мне нехорошо. Ариэль так на меня смотрит. Я ей точно нравлюсь. Что это было? Кажется, Ариэль перепила смузи. Ариэль, что с тобой? Очнись. Расступитесь, ей нужна помощь. Не знал, что крабы могут работать врачами. Еще как могут. И вообще, тише. Я из-за вас не могу расслышать сердцебиение. О нет. Слишком поздно. Ариэль мертва. И убийца, скорее всего, среди нас. Кому понадобилось убивать русалку? Надеюсь, они не подозревают меня. Здесь произошло преступление, и его нужно раскрыть. Я тут просто кустики водорослей подрезаю. Самим убийцу не найдем. Нам нужна помощь профессионала. Новое ограбление в Лондоне? Убийство какой-то русалки. Эх, скучно. Хм, это мой шанс. Раз папа отказывается брать новое дело, его возьму я. Правда, желательно, чтобы он об этом не знал. Так, посмотрим, что тут у нас. Ого. Это та русалка, о которой пишут в газетах. Нельзя оставлять это дело полиции. Папа говорит, что я еще слишком маленькая, чтобы быть сыщиком. Но какая разница, сколько тебе лет, если ты дочь самого Шерлока Холмса? Итак, берегись, убийца. Тебе не скрыться от Элис Холмс. Это будет эпичное расследование. Она просто упала, и все. Поверить не могу, что Ариэль больше нет. Помогите нам найти убийцу. Нужно все здесь хорошенько осмотреть. Этот нытик с клешнями говорит, что она выпила смузи и упала замертво. Возможно, отравление. Ага, есть первая вещдок. Бокал. Забираю с собой. Проведем экспертизу и снимем отпечатки пальцев. Место преступления нужно привести в порядок и оградить от всяких любопытных зевак. Не хватало еще растерять улики из-за какого-то любителя детективов. Так, почти готово. Как же я без Ариэль. Мой искусственный интеллект не разработан на предсказания будущего. О, я знаю, для чего эти ленточки. Мы открываем что-то, пока не знаю что. Ура! Да-да. Упс. Серьезно? Сори. Всегда мечтал это сделать. Сейчас все исправлю. Оп, как новенькая. Как вы думаете, кто убийца? Писайте свои догадки в комментариях. Удачного расследования. Странный. У нас еще осталось немного смузи, не хотите? Стоп, это такие же бокалы. Это тот смузи, который пила жертва. Вот это поворот. Неужели Краб Себастьян убийца? У нас есть первый подозреваемый. Что? Нет-нет, я всего лишь предложил. Не пытайся отнекиваться, злодей. Все сходится. Краб подавал смузи Ариэль. Но я бы никогда ее не отравил. Расскажешь об этом в участке. Ты арестован. Нет. Я не виноват. Разберемся. Садись. Ну, какой из меня убийца? Я в своей жизни рыбки не обидел. Посмотрим. А пока Краб наш первый подозреваемый. Итак, начнем расследование. Я папина трубка. У меня есть кое-что получше. Помогает мне думать. Краб-убийца! Это точно был он. Стойте, дайте я расскажу, как все было. Я просто наблюдал за работой садовника. Эй, садовник, ты так круто управляешься с ножницами. Браво! А в это время Аманда разливала смузи по бокалам. Спасибо, Себастьян. Я просто люблю свою работу. Кстати, напитки готовы. Вау, а что это такое аппетитное? Зеленые смузи. Можно подавать. Супер. Ариэль, отличная вечеринка. Ну и я пошел предлагать смузи гостям. Вот так все и было. Я даже не готовил тот смузи. Все ясно. У нас есть еще одна подозреваемая. Это ты отравила Ариэль. Признавайся. Нет, конечно. Зачем мне это? Я тут костюмчик принес. Как раз ее размер. Понял, рано. Извиняюсь. Вину еще нужно доказать. Итак, подозреваемая номер два. Аманда-путешественница. Что скажешь в свое оправдание? Я этого не делала, честное слово. Дело становится все запутаннее. Но Элис Холмс никогда не сдается. Всегда думал, что она подозрительная. Все знают, Аманда бывает нервная. Интересно. Убийца! Это она отравила бедную Ариэль. Вспыльчивый характер еще ничего не значит. Я расскажу свою историю. Я стояла за пультом, крутила музыку и разливала свежеприготовленные ароматные смузи. Предложила бокальчик садовнику. Ну-ка попробуй. Пахнет обалденно. Ммм, супер. Ему очень понравилось. Но тут подошла Уэнсдэй и предложила добавить в смузи какую-то розовую жижу. Ты уверена? На все сто. Ну, хорошо. Надеюсь, так будет еще вкуснее. Готово. С тобой приятно иметь дело. Так что, по-моему, очевидно, кто тут настоящий отравитель. Я не виновата, понятно? Ну, если так, то вот кто наш убийца. Но это не я. Кто-то скоро отправится за решетку. Хе-хе-хе. Да, плохи мои дела. Что? Просто маленький презент, чтобы в тюрьме теплее было. У нас новая подозреваемая. Уэнсдэй Адамс. Тебе понадобится мощное алиби. Но я не виновата. Это дело сложнее, чем я думала. Но я найду виновного. Хитрая Уэнсдэй. Загадка не из простых. Убийца! Она всегда недолюбливала яркую и жизнерадостную Ариэль. Придется осмотреть твою сумочку. Так, так, что тут у нас? Ага, а вот и колбочка с остатками жидкости. Нужно провести экспертизу на наличие яда. Постойте, дайте мне все объяснить. Я и Меган проголодались, пока танцевали. И решили перекусить. У Меган была ее любимая гранола из болтиков, которую она залила этой розовой жидкостью. Выглядела очень аппетитно. Ммм, объеденье. Тут подошел садовник. Ну, как тебе нравится? Очень. С этой добавкой я сделаю самое вкусное смузи в мире. Ну, приятного аппетита. Вот мое алиби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...